Друзья, всем привет! Сегодня у меня на столе небольшой бардак, как вы видите, но это все материалы, необходимые нам для следующего видео. Поскольку мы жили в Таиланде три года и все фотографии у нас находятся в телефонах, в компьютерах, ничего не распечатано, я решила сделать себе маленькую напоминалку о Таиланде в виде часов с морем и островами. Это не конкретные острова Пхукета, где мы жили, это примерный вариант, как я это вижу, потому что островов достаточно много и вариантов их исполнения тоже. Я выбрала самый приемлемый вариант для того, чтобы сделать часы. Почему я выбрала именно такой рисунок? Учитывая, что стрелки у меня достаточно длинные, мне необходимо, чтобы они не цепляли весь объемный рисунок, что с этой стороны что с этой. Поэтому мне было принято решение сделать рисунок только по краю и добавить маленький островок с другого края. Но вот эти скалы и пляж будут более объемные, а вот этот островок менее, то есть по высоте подходящий под все стрелки. У меня есть вот такой часовой механизм. Покупаю я в Леонардо и в иголочке эти механизмы, часто об этом спрашивают. Мне необходимо, чтобы самая длинная стрелка, то есть секундная, не задевала наш рисунок. То есть примерно вот на таком расстоянии, будем учитывать, что это середина, получается 5 сантиметров, чуть меньше, 4-7. То есть мне нужно сделать рисунок до этого промежутка, чтобы стрелки ходили свободно и не останавливались. Поэтому я приблизительно отмеряю 5 сантиметров от центра нашей работы. Берем циркуль, наши 5 сантиметров. Можно, конечно, так не париться, делать сразу на глаз, но потом будет неприятно, если стрелки придется выгибать чуть вверх и сбоку часы будут смотреться некрасиво. Поэтому я учитываю это сразу. Для создания скалы будем использовать обычный алебастр, строительный гипс вместе с ПВА и вот такие камушки. Это камушки для заполнения аквариума, совершенно обычные. Также буду использовать вот такой мох. Здесь есть остатки коры. Кора не пострадала, поэтому не переживайте. Собирала только мох. Он выглядит так же, как и в то время, когда я его собирала в свежем виде. Свет не потерял, но я его, возможно, подкрашу для большей яркости. Но для начала нам необходимо замешать алебастр. Замешивать я буду на глаз, потому что я пока еще с ним не работала, я не знаю, какая консистенция мне будет нужна. Также буду использовать вот эту губку страшненькую, она у меня еще осталась со времен института. Мы ей очищали бумагу от карандаша на предмете рисунок. Думаю, она пригодится для создания текстуры кал. Итак, для начала нам необходимо замешать алебастр вместе с ПВА. ПВА у меня налит в такую баночку для удобства. Там есть немножко воды. Этому ПВА уже больше года, наверное, поэтому я надеюсь, что он не испортился. Но вроде не воняет. Берем банку, насыпаем алебастр. Высыпать буду понемножку, потому что он очень быстро застывает, прям буквально на глазах. Но нам нужно совсем чуть-чуть для нашего острого. Давайте сразу наметим. Не знаю, я делаю в первый раз, поэтому вы меня не ругайтесь, не засыпайте злобными комментариями. Посмотрим, что у нас получится. Это опять-таки эксперимент. Алебастр засыпали. Правда, немножко все тут украсили дополнительно им же. Теперь добавляем воды. На упаковке не написано, какой водой замешивать. То есть теплый, холодный. Я добавлю побольше на всякий случай. Пусть раствор будет пожиже. Я смогу контролировать его загустевание. Мне так кажется, не знаю. Заготовку я не стала грунтовать. Как видите, она чистая фанера. Я загрунтую уже после того, как нанесу базовый слой скал. Вот он уже густеет, прям даже видно. Хотя алебастр очень легко отмывается от этих баночек, потому что баночки я использую повторно. И я считаю, что это довольно-таки неплохо. Таким образом, мы экономим немножко на материалах. Конечно, желательно надеть перчатки, но я легких путей не ищу, поэтому ничего страшного. Пока он жидкий, можно, я думаю, нанести небольшой слой на места скал. Все лишнее, что у нас течет по торцу, надеюсь, это отвалится само, потому что не знаю, так ли это. Ну, не отвалится, значит, сошлифуем. Теперь ждем, пока немножко раствор загустеет. Алебастр подгустел. Теперь можно наносить уже следующий слой. Я немножко его поковыряла, чтобы какую-то текстуру дать. Можно это сделать губкой. Кстати, губка — это неплохая идея. Дает ощущение песка. Такой песчаный берег получается. Кстати, палочку очень удобно так брать и убирать лишний алебастр. Теперь ждем, пока все это высохнет и сормируем уже рельеф дальше. Теперь в таком виде оставляем нашу работу до полного отверждения алебастра. После того, как наш алебастр застыл, мы можем приступить к созданию подмалевка. Нам необходимо покрыть фанеру синим цветом, то есть наметить море. Также я хочу немножко указать берег. Я буду для этого использовать акриловые краски. Я смешаю нужный цвет, если будет необходимо, и нанесу его на всю поверхность, но только немножко отходя для создания самого пляжа. Обратите внимание, я поверхность никаким образом не грунтую, потому что грунтом будет выступать наша акриловая краска. Теперь нам нужно закрасить берег. Для чего нам вообще нужен подмалевок? В принципе, можно без него сразу на грунтовую поверхность лить смолу, но я хочу, чтобы подложка была поярче и чтобы через смолу не было видно текстуры и фактуры дерева. Поэтому наносим подложку. Это то же самое, как если бы мы наносили на белую подложку любую смолу, цвета будут гораздо ярче. И теперь наносим подмалевок под наши скалы. В основном они будут серые, но поскольку у меня осталась охра разбавленная, я нанесу за основу вот этот цвет. Не самый, конечно, красивый, но нам это не важно. Мы потом доведем скалы до ума и будет очень здорово смотреться. Теперь я по мокрому начинаю добавлять фактуры к скалу. Теперь даем наши заготовки просохнуть, для того чтобы можно было дальше формировать скалы. На камере они выглядят более такими зеленоватыми, но это скорее обман зрения, они более коричневые. А я хочу их сделать более серыми, поэтому ждем пока все высохнет. Уже после того, как у нас прокрашены все скалы, мы начинаем клеить мох. Я уже, как видите, начала приклеивать в некоторых местах и кое-где сейчас добавлю. Клей я буду использовать вот такой. Я не знаю, что это за клей. Написано мастер клей. Нам по сути нужно его временно зафиксировать, потому что потом сюда будет наливаться эпоксидная смола. А может и не будет, пока еще не решила. Уже после всех манипуляций холм, со скалами, с подложками, мы приступаем к самому интересному, к заливке. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится смола эпоксидная, Artline Crystal Honey. Затем четыре стаканчика пластиковых и пигменты для эпоксидной смолы. Я буду использовать вот такие цвета, но вы не пугайтесь. Розовый с желтым для цвета песка я смешаю и добавлю обычно речной песок. Пляжного белого у меня, к сожалению, нету. Вот есть то, что есть. Из этих цветов я сделаю море. Хочу его сделать более бирюзовым и белый цвет, естественно, для пены морской. Замешиваю смолу по инструкции. Теперь я заливаю часть смолы в стаканчики. Я оставила в стакане немного смолы для того, чтобы покрыть весь мох этой смолой. Конечно, красиво, когда все это выглядит вживую, но учитывая тот факт, что часы будут висеть на стене, всякая пыль будет попадать и нужно как-то ухаживать за работой. А ухаживать за ней, когда торчит отовсюду мох, это довольно сложно, все будет пылиться. Поэтому я залью смолой, создавая такую защитную пленочку на нем. И работу можно будет протирать совершенно спокойно влажной салфеткой. Замешиваю необходимые цвета. Поскольку цвет для пляжа получается слишком ярким, я решила разбавить его смолой и добавила песка. Из-за того, что песок не белый, как видите, у нас появился зеленый отлив. Но это не страшно, поскольку на подложке уже есть основной цвет. Я немножко подкрасила мох акриловой краской, поскольку не все знают, что мягкие материалы под смолой начинают темнеть, такие как ткани, вышивки и так далее. Мох это также мягкий материал и он потемнеет под смолой, поэтому я нанесла немножко краски. Для начала нам нужно намочить наш мох. Дальше у нас идет песок. Дальше у нас идет синий цвет ровно посередине. И только после того, как мы распределили всю смолу, мы с вами начинаем делать волны. Теперь в таком виде мы оставляем работу до полного высыхания. Работа наша высохла. Правда, мой берег слегка смыло волной, но в принципе не страшно. Главное, поверхность получилась идеальнейшая. Мох закрепился. Конечно, в принципе, его лучше вообще не протирать, достаточно будет протереть сама поверхность работы. Теперь остается только снять заднюю сторону весь скотч, просверлить отверстие, обработать торцы и ставить часовой механизм. В общем, я закончила свои часы, обработала торцы и приклеила сзади этикетку и одела часовой механизм. Тут, как вы заметили, появилась лодочка малюсенькая. Я ее раскрасила. Это из набора моего мужа к кораблику. Он его так и не собрал, поэтому лодочка была конфискована. Ну, что я могу сказать вам? Я, если честно, в восторге от того, что получилось. Есть какие-то свои недочеты, но, допустим, море получилось замечательно, хотя и не совсем так, как я планировала. Но смотрится все очень круто. Смотрите, какая красота. Мне очень нравится. Меня уже спросили в Instagram по поводу маленькой картиночки, когда только начинала эти часы. И всем уже интересно, что же это такое получилось. А получилась вот такая красотень. Шикардос просто. Очень здорово смотрится мох, хоть я его и красила. Он достаточно жесткий, но, по крайней мере, он не будет сыпаться. Скоро ко мне придут всякие ракушечки, наполнители и я сниму, возможно, пока не точно, еще часть видео с островами, потому что мне очень понравился процесс и мне нравится результат. И касаемо разделителей для часов, чтобы всем было понятно время. Та-дам! Их здесь не будет, потому что это и панно, и картина, и функционал, то есть часы. И разделители, я считаю, просто возвращением для данной работы. Хотя, в принципе, скажу честно, у меня была идея лодочку поставить параллельно островку, чтобы было 6-12. Но я решила этого не делать и нарушила немножко симметрию. Я считаю, это правильное решение, потому что, если поставить сюда разделитель, это будет уже вообще странность какая-то непонятная. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте огромные жирнющие лайки, подписывайтесь на наш канал и делитесь с друзьями нашими видео. Стараемся ведь для вас. А с вами была Алиса. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok